В селе Лавозеро прошли уже 31 по счету самские игры. Главная особенность праздника – это женский футбол. Игру в этом году многие сравнивали с чемпионатом Европы. По крайней мере, по эмоциональному накалу местные матчи в сарафанах ничуть не отличались от профессиональных, а в чем-то их даже превосходили. О том, как со временем изменился фестиваль и что вызвало бурю восторгов у зрителей, расскажут наши корреспонденты. Во озеро, где ежегодно проводятся самские игры, даже в обычные дни на центральных улицах немноголюдно. Ну а во время праздника в селе жизнь как будто замирает. Самские игры для местных жителей – это второй Новый год или, например, День поселка. Причем отмечают этот праздник за населенным пунктом на живописном берегу озера в лесу. Через листву низких деревьев хорошо видно даже в июне не тающие белоснежные шапки хибин. Удачнее место для фестиваля и не придумать. Наши традиционные самские летние игры, которые проводятся в селе Лавозеро ежегодно уже 31 раз, очень нужны не только нашему самскому народу, но также другим национальностям. В связи с тем, что это объединяет людей и дает положительные эмоции. Здесь можно увидеть самский футбол, традиционное рукоделие, традиционный луфт, самские песни. В самском футболе заметно сокращено время таймов. Матч проходит на болотистое равнине, где впору пости оленей. А вместо привычного спортивного снаряда неправильные формы мяч, больше похожий на раздувшийся бурдюк. Это будущий мяч чемпионата мира по футболу 2018 года. Российский. Российский футбол. Да. А сделан из чего? Сделан он за оленей шкуры. А набит он волосами, пухом, оленей, ну всякими такими вещами. Довольно мягкие, видите, то есть в принципе прошит идеально. Ну, стыдно, короче. Очень специально для сборной России. Мы за Нику! Наша Ника лучше всех! Нашу Нику ждет успех! В страсти в самском футболе ничуть не меньше, чем на проходящем сейчас чемпионате Европы. Первыми на поле столкнулась ревдинская команда Ника и сборная из Оленигорска. По мнению участниц, ПУ сражения, сарафаны, которые здесь используют вместо разноцветных шорт и футболок, нисколько не мешают, а в самые напряженные моменты длинные наряды таки вовсе незаметны. Со временем впечатления меняются? Ну, азарт возрастает, наверное. Азарта больше, конечно, желания больше. А в сарафане бегать как сложно? Ну, это только с виду, а так ничего. Женский футбол, по мнению большинства участников, превосходит мужской позрелищности. По крайней мере, болеют за любимые команды фанаты отчаянно. Ну, а смотреть игру можно бесконечно долго. Это и спорт, и традиция, и эксклюзив, который можно увидеть только здесь и только раз в году. Каждый год ты выигрываешь. Каждый год выиграешь, я тебе еще рассказывать буду. Для зрителей, которые приехали на праздник, чтобы отдохнуть по максимуму, организаторы приготовили и другие активные развлечения. Можно пострелять из арбалета, метнуть копье в цель или аркан на рога оленя. Самых метких по результатам, конечно, награждают. Руководитель самского фольклорного ансамбля Еля Алла Васильева считает, что сегодня праздник, несмотря на лучшую организацию, все же растерял часть самобытности. Не хватает духа старины, пропало ощущение сказки. Да и самскую речь можно услышать только в песнях. Мне кажется, мало языка. Хочется, чтобы больше. Все говорили на самском языке, общались между собой на самском языке. Как вот было раньше, понимаете, русская речь очень редко звучала. Чаще была слышна самская речь. Ну, потому что я говорю, чтобы было гостей меньше, зато были все свои. На праздники работает много волонтеров. Организована ярмарка народных мастеров. Вот только чумы уже редко делают из оленей шкур. Все чаще используют современные материалы. Да и игрушки, которые продают мастера, с каждым годом выглядят современнее. Я не думаю, что он был чисток для самов этот когда-то праздник. Просто народ, может быть, не очень интересовался этой культурой. И как-то, да, собиралось поменьше публики. Больше, конечно, собирались, наверное, самы и местное население Лавозера. Сейчас очень много приезжает. В общем-то, двери никогда не были закрыты. Ни для туристов, ни для других гостей. Ради бога, приезжайте хоть с Африки. Говорят, что многое для популяризации культуры самов сделал интернет. Благодаря всемирной паутине любой может на время праздника найти в селе гостиницу или снять комнату. Вот только иностранцев в этом году по понятным причинам было немного. Политика все же влияет на культурные связи с соседями.